Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы продолжим разговор о Евангелии от Луки и большей частью сейчас коснемся 23 главы. Первая часть 23 главы посвящена рассказу о суде над Иисусом, вернее о нескольких судах, нескольких судебных процессах, которые совершаются в ночь с четверга на пятницу и рано утром в пятницу 5 апреля. Собственно, рассказ об этом суде начинается еще в конце 22 главы, где Иисуса приводят к первосвященникам и происходит, пока все ждут, что соберется судилище, происходит такое издевательство, насмешки над Господом, люди его держащие, которым, собственно, совершенно безразличен этот человек. Да, только они слышали, что он, кажется, претендует на то, чтобы быть Мессией и Христом. Вот они со спины бьют его и говорят, давай, раз ты Мессия, угадай, кто из нас ударил тебя. Собственно, ничего, кроме издевательства в этом нету данного. Вот, тем не менее, характер этого действия характеризует... Этот характер свойственен вообще всему судилищу. Трудно признать тот судебный процесс, который происходит в эту ночь, хотя бы отдаленно напоминающим, в самом деле, какое бы то ни было правосудие. Начать с того, что вообще судебный процесс по иудейскому закону не мог происходить ночью. Не мог происходить ночью. Тем не менее, члены Синедриона, по крайней мере, большинство из них, кто смогли, собрались во дворец первосвященника и делали вид, что они судят Господа Иисуса. Но, собственно, в кратком рассказе евангелиста Луки весь суд сводится к тому, что они спрашивают его, ты ли действительно Христос, Сын Божий? И когда он говорит, да, это так, да, это так, то, что вы говорите, это правда, в древних языках это звучало, как вы говорите, что это так, вот, для них это оказывается достаточным свидетельством для того, чтобы обвинить его в богохольстве. Собственно, знаете, по рассказу Талмуда первоначальное обвинение против Иисуса заключалось в том, что он занимался колдовством, сбивал Израиль с пути и увлек его на восстание. Вот первые два пункта занимался колдовством и сбивал Израиль с пути, по выражению Талмуда. Это и есть обвинение в лжепророчестве, в том, что этот человек не творит чудеса, а колдует и сбивает Израиль с пути, то есть пытается обманом утвердить себя в качестве Мессии. И вот, когда судьи, первосвященник, главным образом спрашивает Иисуса, ну так это ты, да, и Господь отвечает на это утвердительно, оказывается, что дальше уже ничего расследовать не требуется. И вся эта история ясно показывает, что им, в общем, не очень нужны были аргументы, и никого не интересовало ни оправдание, ни обвинение. Опять-таки, несмотря на то, что по закону следовало в первую очередь искать свидетельство оправдания. А изначально идеей было убить Иисуса. Евангелист Иоанн в своем рассказе об этих событиях, собственно говоря, прямо свидетельствует об этом. И вот решение оказывается принятым, но при этом принятое ночью оно вполне незаконно. И его еще нужно некоторым образом утвердить при свете дня, во-первых. А во-вторых, по тогдашней ситуации, в оккупированной римскими войсками иудеи, собственно говоря, местные иудейские власти не имели права никого приговаривать к смерти. Поэтому им необходимо было представить смертный приговор на утверждение представителю римской власти. И 23 глава начинается, собственно, с рассказа евангелиста Луки о том, что все множество членов Синедриона и стража, когда рассвело, поднялись, повели Иисуса к Пилату. И здесь уже вовсе никто не обвиняет его в том, что он занимался колдовством, совершал или не совершал какие-то чудеса и претендовал на то, чтобы быть мессией Божьим. А вместо этого, собственно, они говорят Пилату, вот он называл себя царем и запрещал давать подать кесарю. И, как я думаю, что многие помнят, буквально за несколько страниц до этих событий, они приступали к Иисусу с провокационным вопросом, можно ли платить налоги кесарю. Господь спрашивал их, чье изображение и надпись на монетах, и сказал, отдавайте Божию Богу, а кесарю вы кесарю. Вот это извратили как в запрет давать подать кесарю. Таким образом, собственно, Пилат утверждает приговор не столько религиозный, сколько политический. Пилату предъявляют Иисуса как некоторого партизана, как человека, который пытается организовать восстание против законной римской власти, и, соответственно, предъявляют таким образом ему именно политическое обвинение. На самом деле довольно понятно, что это политическое обвинение практически такое же бессмысленное, как обвинение в уже пророчестве, которые были там приявлены Иисусом на другом суде часом раньше. Но суть дела от этого не меняется. Евангелисты по-разному, но свидетельствуют о том, что для Пилата вопрос не был таким уж прямо очевидным. И одни говорят о том, что он пытался его отпустить, другие, вот как евангелист Лука рассказывает о том, что он вывел обратно Иисуса к первосвященникам и сказал, что «я не нахожу в нем вины». И тогда небольшая толпа, которая смогла поместиться перед дворцом этого самого Пилата по наущению фарисеев, начинает скандировать «распни его, распни его». Не надо думать, что это было такое массовое действо, в котором участвовали все жители Иерусалима. Нет, конечно. Хотя бы потому, что на этой площади все жители Иерусалима не поместились бы. Но важно увидеть в страстном рассказе в целом, как люди совершают свой выбор. Потому что все, кто так или иначе оказываются вовлеченными в эту историю, вынуждены сделать выбор. Либо ты режешь ветви из дерев, постилаешь на дорогу и говоришь «Осанна сына Давидову», либо ты идешь на площадь и едва ли не за деньги орешь «Распни, распни его, но это все равно твой нравственный выбор». И при этом тоже, на самом деле, очень поучительно, я бы сказал, что все, от первосвященников до Пилата, все пытаются сделать вид, что так вышло само и виноват кто угодно, только не мы. Да, там первосвященникам ужасно удобно, чтобы приговор был утвержден Пилатом. Пилат пытается умыть руки, чтобы дать понять, что он вообще невиновен в крови праведника сего. Ирод, которому Пилат посылает Иисуса, как жителя Галилеи, тоже говорит, что не хочу принимать никакого решения. Никто вроде бы ничего не хочет, но в конце концов все равно Иисус погибает, потому что даже если ты думаешь, что ты можешь уклониться от нравственного выбора перед лицом распятия, это на самом деле совсем не так. И вот, видите, когда наступает момент истины, когда уже увиливать не получается, Пилат снова обращается к народу, использует последнюю такую лазейку, потому что было принято, существовало очень недолго, кстати, несколько десятилетий, не больше, обычай отпускать одного узника в качестве совершать такую маленькую амнистию в честь Пасхи. И вот Пилат попытался, скорее всего, просто для того, чтобы досадить первосвященникам, попытался отпустить Иисуса. Ну вот, благодаря толпе, науськанной членами Синедриона, Пилат встал перед выбором, либо он согласится, утвердит этот смертный приговор, либо на него напишут донос Кесаря, если ты отпустишь его, ты не друг Кесаря. Ну вот, и, как евангелист Лука пишет, превозмог крик их и первосвященников, крик тех, кто требовал, чтобы он был распят. И в конечном итоге решение убития Иисуса люди принимают главным образом, потому что так оказывается всем проще и всем удобнее. Ироду, Пилату, первосвященникам всем проще и удобнее, чтобы этот человек умер, чтобы этот человек исчез из нашей жизни. Строго говоря, может быть, и любая человеческая жестокость имеет ту же самую природу. И видите, несмотря на все бесконечные попытки снять с себя ответственность, все участники этих событий так или иначе ответственны за свой нравственный выбор. С 26 стиха собственный евангелист начинает рассказ о последних событиях жизни Господа Иисуса, рассказ о казни. И тоже здесь, может быть, не так важны, оказываются формулировки, как, собственно, сами события. Евангелист Лука говорит нам о том, что на Иисуса положили, как было это принято, бревно, на котором его будут распинать тоже в качестве дополнительного наказания и повели за стены города Иерусалима, поскольку в этот момент Господь уже был после длительного ареста и сбит. Ему было тяжело нести это самое бревно, и, соответственно, стражники взяли буквально первого попавшегося человека, Симна из Кирены, Симна Кириньянина, египетского иудея, и заставили его нести этот самый крест. Практика тех времен была устроена так, что, собственно, перекладину человек нес сам, а столб, на который эту перекладину прикрепляли, он был прочно и долговременно вкопан в каком-нибудь месте с твердым грунтом, в частности, вот как на горе Голгофе. И Господь в этот момент поразительным образом обращается к людям, которые стоят тут рядом по сторонам дороги и еще пытаются их утешить, еще пытаются, чтобы они увидели вообще происходящее как-то иначе. Говорит, не обо мне плачьте, не обо мне плачьте о людях, плачьте о себе и о детях ваших, потому что наступают дни посещения, день, когда станет ясно, чего стоит каждый из нас. Действительно, это так. Крест это такая мера, рядом с которой все по-настоящему становится видно, в том числе и нам самим. И вот, когда стража привела Господа Иисуса, тут заодно еще двое разбойников были осуждены на казнь, вот их тоже вместе с Иисусом приводят на Голгофу, и начинается не такая быстрая процедура. Вообще говоря, распятие требует некоторого времени для того, чтобы гвоздями или веревками по-разному это делалось, в данном случае гвоздями прикрепить того, кого казнят к перекладине на веревке, поднять эту перекладину, закрепить ее там. Это все происходит достаточно долго, и вот люди, окружающие Голгофу, услышали и передали потом ученикам Иисуса слова, которые он произносит в этот момент. И это совершенно тоже невероятная фраза Христа. Он молится, обращается к Богу и говорит «Отче, прости им, потому что они не знают, что они делают». На все века вот эта молитва Иисуса о прощении человечества вообще говоря, может быть единственное, на что можно надеяться, прости им, потому что они не знают, что делают. Мы говорили в разговоре о предыдущей половине главы о том нравственном выборе, который делают люди вокруг. Первосвященники, которые неправедно судят Иисуса, Пилат, который струсил, ученики, которые тоже поостереглись заявлять о себе как об учениках Иисуса. Вот здесь, если хотите, на нравственный выбор самого Иисуса, который в этой ситуации выбирает молить о прощении своих палачей и говорит «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Я думаю, что для людей очень трудно было бы последовать такому примеру Иисуса, но очень важно то, что этот пример нам явлен. И вот эта высота прощения, высота любви, призвания, призвания для каждого человека, мы призваны действительно идти вот этим путем. И становясь христианами, мы тем самым выбираем быть в этот момент рядом с Иисусом и молиться вместе с Ним. Это для человека очень трудно, почти невыносимо. Но тем не менее, может быть, самая важная правда о Боге заключается вот в этих словах Иисуса. Когда воины распяли его, над его головой была прикреплена написанная Пилатом табличка, это царь иудейский, табличка на разных языках, специально в том числе и на арамейском для того, чтобы еще и таким способом проявить пренебрежение Пилата и большинства остальных римлян к иудеям вообще и к первосвященникам в частности. Но так бывает иногда, то, что люди думают сделать издевательством, оказывается очень-очень глубокой правдой. И поэтому важно действительно для нас увидеть в Иисусе царя, который приносит в нашу жизнь царство Божье. Теперь евангелист Лука единственный, до кого, по-видимому, дошла история про двух разбойников и кто соответственно эту историю рассказывает, записывает, фиксирует. История, без сомнения, совершенно драгоценная. Лука свидетельствует о том, что эти два разбойника тоже очень по-разному относились к происходящему и к Иисусу. Один из них озлобленный, может быть, с самого начала, да, вот он вместе с остальными зрителями поносит Иисусу и говорит, что вот если ты такой, как ты о себе возомнил, как ты пытался нас убедить, что ты Мессия, ну вот спаси себя и нас, сойди с креста. Окружающие зрители, воины тоже говорят ему то же самое. Если ты такой всесильный Мессия, посланник Божий, ну вот измени что-нибудь, сойди с креста, тогда мы поверим. Но все-таки для христиан в гораздо большей степени образцом-то ведь является другой разбойник, другой, который унимает своего товарища и говорит, ну мы ведь на то же самое осуждены, только мы по делам нашим, а он ни за что. И обращается к Иисусу, обращается непостижимым образом, что-то может быть почувствовал, что-то поняв. распятый и страдающий точно так же, как и Иисус, этот человек что-то понимает о Боге и поэтому говорит Иисусу, вспомни обо мне, когда придешь ты в царстве твое. И это тоже на самом деле, конечно, очень трудный и очень важный пример того, как строятся отношения, могут строиться отношения человека с Богом, потому что этот разбойник обратился в последний момент, обратился к Иисусу, когда уже поздно что-нибудь исправлять, они уже оба висят на кресте, уже ничего исправить в жизни этого разбойника нельзя. И еще, мне кажется, тоже важно, что он не рассказывает Богу, как Бог должен поступить. Он говорит Иисусу «вспомни обо мне». И в ответ на это Господь говорит ему «ты сегодня будешь со мною в раю». И наконец, последняя часть 23 главы евангелист Лука рассказывает о том, что около полудня или может быть вскоре после полудня Иисус умер на кресте. В этот момент то ли тучи заволокли небо, то ли сделало их затмение. Так в точности никто на самом деле и не знает, что происходит, но очень многие люди в этот момент пережили всю неправду этой казни и возвращались бия себя в грудь. И сотник, который по преданию христианскому потом стал тоже членом христианской церкви, говорит в этот момент, действительно, этот человек был праведник, этот человек был праведник, он не заслужил всего того, что ему пришлось перенести. Собственно, вот и весь рассказ. Я думаю, что, видите, мы можем, каждый из нас может из своего опыта так или иначе что-то здесь понять, пережить, почувствовать и интерпретировать и, может быть, даже объяснить. Но евангелисты как раз вот этого и не делают. С их точки зрения для нас важно узнать, что произошло, а не оценки и объяснения происшедшего. И заканчивается 23 глава кратким рассказом о подвиге людей, которые похоронили Иисуса. Иосиф Аримафейский и еще мы знаем, что там был Никодим и еще женщины, которые были вокруг общины учеников Иисуса. Иосиф с Никодимом приходят к Пилату, просят у него тело Иисуса и хоронят его там, где была такая возможность. Дело в том, что день уже клонился к вечеру и времени на похороны оставалось крайне мало. Да кроме того, что самое главное, те, кто прикасаются к мертвому телу, становятся с точки зрения закона нечисты и уже не могут участвовать в пасхальной трапезе, а она должна вот в этот вечер и произойти. Поэтому Иосиф и Никодим, приходя к Пилату, во-первых, объявляют себя сторонниками этого казненного, что само по себе крайне небезопасно. Они тем самым заявляют свое неприятие всего того, что делает Синедрион иудейские власти и еще вдобавок они отказываются от пасхальной трапезы, которая является главным событием во всем году для верующего иудея ради верности Иисусу. Понимаете, для тех, кто становится свидетелем распятия Ну, в общем, понятно, что дело кончилось поражением. Если бы он был действительно Мессией, он не дал бы себя убить, он не был бы таким беспомощным. Поэтому Иосиф, Никодим, ученицы Иисуса идут к Пилату и потом идут хоронить его просто потому, что они любят этого человека, просто потому, что он для них дорог, просто потому, что для них важно то, что он им говорил и то, что между ними происходило, а не потому, что они убедились в чудодейственности и спасительности. Как раз наоборот, они в общем, с их точки зрения, в их восприятии убедились в том, что он скорее всего не был мессией, но все равно он для них их друг, их учитель, тот, кого они любят. И вот эта верность один из немногих чрезвычайно важных примеров бескорыстной верности Богу, бескорыстной, потому, что для Иосифа и Никодима не остается возможности рассчитывать на воздаяние они хоронят Иисуса не поэтому, а потому, что именно Он, именно Иисус для них важен. Не то, кем Он был или кем Он мог бы стать, а то, кто Он есть для них в их жизни. И это тоже для всех, кто читает Евангелие и выбирает быть учеником Иисуса, тоже очень важный пример. Иисус 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 Иисус